всем привет наши дорогие подписчики гости нашего канала слышно вам нет как у нас вообще капает крыш просто кругом ручьи ну что пришла весна снег уже прям обильно начал таять и скоро от него ничего не останется и время у нас два часа я так вышла развесить кое-какую стирку какие-то наоборот вещи нужно собрать они уже просохли и вот несмотря на то что у нас сегодня нет солнца на улице пасмурно все равно очень тепло и даже не хочется заходить домой а наоборот хочется гулять и дышать этим весенним свежим теплым воздухом и папа наш кстати уехал в тамбов кстати сейчас когда зайду домой я еще даже не помыла плиту потом нужно мне еще отмыть сковородки блины сегодня сашуля с детьми кстати напекли меня накормили вкусным завтраком вот мне надо все отмыть и сейчас покажу вообще в каком состоянии плита когда готовит папа и дети вот я уже не раз говорила что в нашей семье я злой полицейский я многого не позволяю детям как-то со мной они более дисциплинирование дисциплинированы может быть это и неправильно но все равно я считаю что они уже в таком возрасте что должны все делать аккуратно где-то но не знаю может быть это и неправильно но у меня немножко другой наверное взгляд на воспитание нежели у александра николаевича когда дети с ним готовят так у меня просто полный хаос в кухне и бардак ну да ладно сейчас все помоем и будет красота и сегодня настал тот день когда мы можем вам рассказать у нас случилось не очень приятная ситуация я как-то говорила видео что у меня есть небольшой секрет и у сашули тоже есть секреты вот сегодня настал тот день когда мы можем рассказать о секрете александра николаевича сейчас он все в тамбове решит и как приедет уже вам сам все расскажет и вообще конечно да мы именно в тот день расстроились немножко но потом нашли наверное подходящие нужные слова что в жизни может произойти не такое и это просто такая вообще мелочь и нет смысла себя не знаю мучить рыдать расстраиваться но это реально мелочь ну конечно неприятное неприятное и немножко был осадок но сейчас уже все позади поэтому мои дорогие есть что-то вашей жизни происходит то старайтесь взять себя в руки найти наверно слова которые вас под подряд и ваши руки никогда ни при какой ситуации не опустятся а наоборот лишь только будете идти вперед к своей цели так что что всем хорошего дня отличного настроения никуда не уходите оставайтесь вместе с нами сейчас идем отмывать кухню вот и будем заниматься домашними ремонтными делами ну и пишите вообще как у вас погода завтра мы пойдем центр у нас будет празднование масленицы и вообще у нас кстати на сегодня были совершенно другие планы мы собирались всей семьей съездить в тамбок отдохнуть детей отвезти в развлекательный центр ну как всегда какие-то бывают коррективы такие вот неожиданные и может что-то измениться значит вот не надо нам сегодня ехать в развлекательный центр а наоборот лишь только папе съездить и решить свои дела так что все точно теперь отключаясь меньше слов больше дела не забывайте поддержать нас пальчиком вверх вам не сложно нам приятно развесила стирку пришла в малиник посмотреть как тут вообще тает снег а он просто стоит посмотрите на месте я-то думала скоро уже будем заниматься малиной надо ее обрезать так хочется уже ходить и собирать ягоду крупную красивую сладкую сочную но ничего осталось еще немножко ну правда как тут снег уходит точнее не уходит и во дворе сейчас покажу вам и тут пожалуйста посмотрите как хорошо уже снег тает там вообще такие проталины ямы где мы посыпали золой с бани ну вот когда шашлык тоже жарим то сюда на огород высыпаем золу и вот где клубника с другой стороны сейчас покажу там тоже еще пока сугробы стоят и кстати сегодня погода позволяет у нас еще в планах было сашули посмотреть пчел перезимовали то они хорошо и надо вот сейчас не упустить момент их подкормить в общем сделать все что полагается вовремя и вот с этой стороны где клубника тут как были сугробы так и есть и кстати очень уже не терпится посмотреть как вообще наша клубника перезимовала под специальным укрывным материалом не знаю слышно вам или нет просто как орут коты со всех сторон но все пришла весна все в поисках любви романтики и во дворе прям хорошо тоже снег уходит ну ничего несколько денечков постоит тепло и все растает очень быстро и вообще даже может быть и не придется раскидывать снег по двору все ладно заходим там домой и будем намывать кухоньку зашла домой дети тут играют канете алина пришла увидела что я снимаю всем привет вам от нее ну они то просто светится от счастья подруга пришла в гости там бусятка спит вот эти какая балдежная такая а максимка сейчас набрал воды пойдет кормить муравьев и вот покажу его процесс как он все это делает ну как-то за муравьями ухаживаешь что-то там прыгают играют их посмотрите какая плита вся просто замызганная все в жиру в кусочках блинов и я уже замочила сковородки можно будет и сейчас отмыть крышки помыть дети тоже пили чай замочила надо сейчас будет их отмыть видите какие желтые тоже спрашиваете как ты явно за ними ухаживаешь они всегда чистые вот два дня пекла блины и в таком они состоянии ну сейчас отмою и будут как новые девочки там занимаются своим делом а максимка своим кормил сейчас и поил муравьев кто там спрашивал за его муравьиную ферму да все с ней хорошо размножаются если мы брали их было штук 25 то сейчас наверно уже я не знаю да максим штук 100 ну зачем в рот не надо так делать я могу показать вот тут бойца вот он ну открой покажем сколько их там уже у тебя стало боец а вот этот маленький это рабочий вот такие поменьше это рабочие а вот такие а вот такого размера это боевые ну почти вот такие это боевые а вот такие малюсенькие это уже рабочие сейчас покажу давай еще матку покажи она вообще там королева ходит тут командует она читать это иногда может как туле промчаться быстро вот такой вот сейчас видите они быстро может гуляют все у них тут хорошо да и спокойно вот один вопрос зачем я думаю что вот вот такие мальчики мне кажется это для яиц у них уже для мусора может быть все они себе тут склады же устроили давай пока у них вот тут склад где вот две как где можно их куда-то в другое место вот так перенести ферму добавить если мне можно сюда что-то положить ну с дыркой и вот так пронести это дверца она открывается и можно через него трубу ставить потом они смогут куда-то перелезть кому-то на это все смотреть противно но у нас максимка в восторге это такое счастье не а вот тут у них склад для него вот склад у них и вот склад у них он все смотрит видео изучает да за них муравьи только вроде бы не жнецы они вообще кисель любят кисель сейчас не кисели катом ну да кисель ну какой-то сейчас помню в общем очень много сироп сироп любят а жнецы самые боевые качеств ответственность он за ними сам ухаживает я даже это летом ночью комариков ловил больших или иногда маленьких и ложил к ним да вот так вот нам интересно ладно все смотри тут доделывай что хочешь а я теперь точно пошла на кухню и и в и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Пока я тут все намывала, Сашуля уже приехал с Тамбова. Привет. И сразу. Кто знает, рецепт со шкурок напишите. С мясом остались. Небёшечка любит, просто варёные. Нет, я люблю сырые. Солью. И желательно, чтобы были волосатые. Так они намного вкуснее. В общем, не успел приехать. Уже, видите, у плиты готовят мне тут деликатесы. Да. Немножечки сироп сделал. Ну, чтобы добрее стало, как пчела. Через трубочку будет. Угу. Угу. Прежде чем, золотой муж, видите. Да, следку и пушите. Как меня кормит. Вкусно. Да? Угу. Рассказывай. Как съездил в Тамбов. Ну, мне-то он уже рассказал. А вам ещё. Да, ездил в Тамбов, заказывал деталь. Обычную. Какую. Обычную. Ой, какую. Простую. Надо заменить одну деталь. Кто-то сломал до этого. Не будем показывать пальцем. И всё. И поменять просто. Да. Ну, потом выйдем, да? Покажем немножко вам. Ну, может, и покажем уже. В общем. Показывать. В общем, как будет у тебя настроение. Да? Да. Всё зависит от хозяина машины. Захочем? Покажем. Либо уже, когда вообще придёт запчасть. Может, потом уже вам покажем. Вот. Ладно, сейчас будем пить чаёк. Что, потом в баньку пойдём? Так, да. Всё, пойдём в баньку. Ремонт продолжается. Надо что-то делать. А то выходные вообще пролетают. И смотрите. Вот, смотрите, что хотела я вам показать, чтобы никто не допустил ошибку, как я. Обычно, когда я готовлю в розовой посуде, я стараюсь её мыть сразу, тут же, специальным средством. И она выглядит как новая. Ну, а тут масленица, да, целую неделю. И я решила, два дня, думаю, всё равно буду печь блины. И потом уже помою. И смотрите, что теперь. Не могу отмыть я эту желтизну. Ну, смотря, смотрите ещё под каким углом. Так, вроде бы, всё чисто. На самом деле нет. Где вот мой палец, тут такие желтые пятна. Может быть, если ещё раз замочить, тогда всё и отмоется. Не знаю. Так что, если пользуетесь, мойте посуду сразу, чтобы такого с вами не случилось, как со мной. И здесь также, видите, немножко пятна вот с этой стороны. Ну, может быть, надо ещё раз замочить, я не знаю. Потом попробую и уже с вами поделюсь. Помогло? Не помогло. Но посуда шикарная. Вообще, мне нравится. Просто надо правильно и всё делать вовремя, чтобы такого не было и не случилось. Вот, что значит, пришла весна и настала пора грязной обуви. Каждый день её помой, поставь просушить, чтобы просохла. Тем более, посыпаю дороги песком. Вот у кого белая обувь, белая подошва, нужно её вот так тщательно отмывать. Я просто беру на тряпочку, порошок и всё. У меня ещё специальное средство было для обуви. Ну, закончила и заказала. Ещё не пришло щёткой на раз-два. И обувь потом снова как новая. Но я её сейчас прям, знаете, так хорошо не мою. Ну, смысл? На дорогах грязь. Так, чтобы освежить. И видно было, что обувь чистая. Ну, и если её не мыть каждый день, это как с посудой, наверное. Потом не отмоешь. Кстати, лёгкие такие. Максим говорит маму, удобно в них. В этом году мы ему купили. И Анютины, я тоже была удивлена, дутики. Вообще, за зиму ничего не лопнуло. Остались как новые, тоже удобные, лёгенькие. Хотя смотрятся так они массивно. На самом деле, они вообще лёгкие. Нога в них отдыхает. Спит, так сказать. И сейчас, как помою обувь, потом покажу, что у нас произошло с машиной. Сушуля вообще не хочет никак комментировать, показывать. Говорит, иди сама. Расскажи, ты в курсе. Знаешь, как это произошло. Он всё-таки более болезненно, наверное, всё воспринимает. А я всех в нашей семье успокаиваю. Для меня самое главное, что все живы, здоровы. Конечно, да, немножко неприятно. Но это вообще маленькая, я считаю, неприятность в жизни. Вот. Да, всё заработано. Всё куплено своим трудом, своими силами. И тогда, наверное, ещё становится, что ли, обиднее, когда так получается. И вроде бы, не знаю, как вам объяснить. Ну, значит, так тому и быть просто. И за кусочка снега так получилось. Ну, машина низкая. Я думаю, вы уже догадываетесь. Что произошло. Если она тут так. Это всё с той стороны. Значит так. Значит так. Если так. Значит это была связь. Да, что хочу сказать. Когда ты чем-то занят, время летит быстро. Я так увлеклась процессом. Обувь пока помыла. Потом занесла всё в дом. Там тоже помыла. Небольшой уголочек, где у нас она стоит. Возле печки. Потом решила помыть двери. Они все были просто в подтёках. Когда дети заходят домой, обувь несут. Ведь в руках. И нет-нет. Остаются такие следы грязи. Эти коврики помыла. Возле той двери. И тут вот тоже застелила новую бумагу. И, собственно, всё. Сашуля там в бане тоже что-то делает. А я сейчас буду заходить домой. Надо готовить ужин. А то мы всё съели. Что было, я вообще не знаю, что буду готовить. Хотела устроить разгрузочный вечер. Нам-то полезно. А вот детям не объяснишь. Надо их, конечно же, кормить. Там Альфуша загорает. И вот время, я говорю, просто пролетело уже и на улице. Потихоньку начинает темнеть. Ну и идём к машине. Сейчас вам покажу. Не знаю, видно вам там вообще будет или нет. Вот Сашуля всё там что-то пилит, режет болгаркой. Меня сейчас просто в баню позвала. Вот пришла, смотрю, на улицу уже прям вообще так хорошо стемнело. И, знаете, сейчас вот даже сижу и думаю, просто и смешно, и в то же время грустно, что так случилось. Просто съездили, называется, в Сбербанк и разбили машину, бампер. Такая вот у нас, видите, хорошая вмятина. И был просто небольшой кусочек снега. Мы когда подъехали, сразу услышали хруст. У нас шёл дождь, мороз. И, видимо, снег замёрз и был твёрдым. Ну и этого хватило, чтобы всё нам разломать. Бампер, видите, сам по себе такой очень тонкий. И пластик хрупкий. Так что будьте, мои дорогие, аккуратны. И нам предлагали всё это красивенько зашпаклевать, замаскировать. Но мы так посчитали, подумали и решили, что лучше взять новый бампер. Вот заказали. Сказали где-то ждать 3-4 дня. И можно будет уже его забрать, установить. И вообще в тот день просто даже не знали, что сказать друг другу. Сашуля был вообще такой расстроенный. И потом я ему уже... Да, Сашуль, успокойся. Это такие вообще мелочи в жизни. Не такое в жизни может быть. Пусть это будет самое наше с тобой большое вообще разочарование. Всё это можно поменять, сделать. Было бы здоровье. Самое главное, все живы, здоровы, все рядом. А это... А это... Ну, железо, пластик. Со всеми может произойти. И что теперь себя винить? Я понимаю, что ему обидно, расстроен он очень сильно. Его даже не хотел первые дни вообще ездить, смотреть. Вот что так получилось, случилось. Видите, вот. Вот так вот. Вот такая у нас случилась неприятность. Так что ещё раз хочу сказать. Будьте, мои дорогие, аккуратны, внимательны. Вот вообще бы никогда не подумала, что комочек снега может такое сотворить. Ну, ладно, всё. Показала вам. Просто, ну, смысл скрывать. В этом нет ничего постыдного, да, о чём стоит молчать. Наоборот, хочется вас предупредить, что где не ожидаешь, там может и случиться. И, кстати, на улице прям со всех сторон такой аромат шашлычка прям сразу есть захотелось. Поэтому надо скорее идти и готовить вкусный ужин. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok